Друзья, как вам моя стена? По-моему, отлично получилось, да? Я сегодня как раз в таком платьишке подходящем тоже. Если кто-то спрашивает, как проходят мои тренировки, занятия спортом, то никак. Собственно говоря, вот в прошлом видео вы видели, да, как я там впахиваю в нашем саду. Собственно, это и всё. Всё. Никаких ковриков, никаких махов ногами. У меня на это просто нет времени. Максимум, что я делаю, ещё раз, это я ношусь в саду с газонокосилкой, либо по дому, либо где-то мы с Денисом ходим ногами. Всё, больше никакого спорта. А как же, собственно, проходят мои диеты? Вы тоже, друзья, видели на видео, когда я делал интервью с Лео. В общем, я могу позволить себе в поздний час залезть в холодильник даже. Потому что я просто взяла для себя такую тему, брать маленькие порции, то есть не доедать, так скажем. Если я очень-очень голодная, то я стараюсь есть медленнее и поменьше порции. С одной стороны, нельзя сказать, что я какая-то жирная слишком. Ну, как бы я могу вам показать слегка так, поскольку я в леггинсах. Ну, то есть вот. Ну, не скажем, да, что я сильно там толстая какая-то. Но у меня, конечно, есть отложения, боковые, там всякие разные, в силу возраста, что с этим делать. Ну вот, поэтому я взяла для себя, значит, исключила кое-какие продукты, конечно же. Если у меня есть выбор съесть салат с мясом, то я лучше съем салат зелёный. Из разных, вы видели, у меня на огороде растут всякие разные зеленушки. Шпинат туда же, салат, какие-то штучки, какие-то эти луки, там, сибулет, да, называется, тонкий лук, петрушка, укроп. Ну, всего-всего туда добавляю и заправляю это оливковым маслом и уксусом каким-то вкусненьким. Также в этот соус я добавляю чуть-чуть мёда. Да, тоже вы видели, видели или увидите в следующем видео. Нет, в следующем видео увидите, как я делаю именно вот этот зелёный салат. Да, это будет в следующем видео. Так вот, я туда добавляю чуть-чуть, одну ложечку мёда, чтобы такой вкус был кисло-солёно-сладкий у соуса. И вот эту всю зеленушку, такую хрустящую, я заливаю вот этим соусом. Могу я съесть с этим кусочек рыбки или стейк, вот как это, мяско, да, либо котлетку какую-то. Иногда в редкие случаи я вместо этого всего съедаю с этим салатом яичницу. Всё. Я могу себе позволить съесть какой-то пряник или печеньку с чаем или с кофе. Но, как я только чувствую насыщение, а насыщение, когда мы едим сладкое, у нас происходит довольно-таки быстро, то я стараюсь отложить это дело. И если мне ещё хочется заполнить свой желудок, то я лучше выпью водички. Дальше. Бегая по дому, по саду и так далее, если я вижу яблочко, я его съем. Если я вижу какой-то фруктик, я его съем. Когда я бегаю по саду, я увидела клубнику, то я её съем. Это вне, как бы. Я не буду откладывать это на десерт. Это происходит в промежутке. Таким образом, я пополняю свой какой-то энергетический запас и бегу дальше. То есть, постепенно вот так вот кусочничая, так скажем, такими натуральными кусочками, отодвигается время, ну, большой еды, так скажем. Я такой человек, который любит всё делать, слушая себя, слушая интуицию, слушая свои желания. Меня ни за что не заставишь делать то, что я не хочу. Ну, если у меня есть такой выбор, так скажем. Допустим, если, вот я смотрю на соседей, например, если уж он сел на свой трактор, да, косить газон, то он будет это делать до упора, пока весь участок не покосит. И дальше он уже такой усталый, зато у него участок покошен в один день, всё, супер. Но он убился. Я же делаю это исключительно по желанию. Ну, когда я вижу, да, у меня травишка поднялась, но я делаю это, я смотрю облачко, там как. Солнышко вышло, намазываю нос и пошла косить. Ну, то есть, чтобы чуть-чуть принять и солнечную ванну, как бы, и в то же время покосить. Как только я чувствую, мой организм мне даёт понять, что я устала, я не буду дальше косить. Пусть это будет часть какая-то сада, но я это сделаю в другой раз. Я это откладываю, иду, занимаюсь каким-то другим делом, либо отдыхаю. Да, я совершенно спокойно, когда я чувствую, что мне это надо, я могу совершенно спокойно завалиться, вытянуть ноги и лежать, собственно говоря. Но, опять же, когда я лежу, если я не хочу спать, чтобы не просто лежать, соответственно, мой нос, он в телефоне, и я там отвечаю на ваши комментарии, либо я монтирую какое-то видео, если мне хочется этого делать. Бывает такое, что у тебя идёт перенасыщение уже вот этим монтажом, потому что, кстати, вот 15-минутный ролик, чтобы на него добавить ровненько текст, либо там что-то ещё наложить, да, на это уходит время. Иногда я залипаю, вот вчера, например, я полдня делала вот этот 13-минутный ролик с текстом, с переводами, и ещё потому что я боялась ошибиться в переводе, как-то не так перевести, потому что нюансы, они всё-таки имеют значение. И плюс я останавливалась каждые 5 минут, потому что моя психика, я просто этого не выдерживала. Вот этот звук слушать постоянно, и вот эти вот там крики женские такие, как будто у неё ребёнок умер там, и так далее. Это очень тяжело всё это. И вообще всё это осознавать гипертяжело. Когда я вот вчера смонтировала вот это видео, и во время этого монтажа, вот честно вам скажу, несколько раз плакала. И плюс у меня было желание дикое просто разослать его прям в нос, всунуть моим подругам, всем, которые ко мне приходят, которые со мной пьют кофе и которые продолжают таскать своих детей в школы, в масках, которые закрывают на это глаза, которым я в прогулке своей этой подруге говорю постоянно, обрати внимание на твоего ребёнка, у него просто реально белый треугольник, он бесконечно у неё останавливается, задыхается. Он такого же возраста, как Денис, но он, я не знаю, года на три отстаёт физически просто. И коротышка, но она тоже невысокая, но всё равно. И начала жопа у него расти, извиняюсь за выражение огромное. И вот этот белый треугольник меня просто убивает вот этот. Это не загар от маски, это просто у ребёнка испортилось здоровье. И когда я ей это говорю, она «да, я не вижу». Вот это вот просто мне хочется прям прибить, вот реально, вот честно вам говорю. Поэтому это очень трудно, вот эти вот эмоции сдержать свои, да, когда смотришь такие видео, когда ты понимаешь, что половина Франции просто спит. Она не спит, дорогие товарищи, это гораздо хуже. Больше, вот половина Франции, больше половины тех родителей, которые всё равно продолжают таскать своих детей в школу в масках, они просто-напросто, нагло закрывают себе уши, вот что и было вот в этом клипе как раз там, закрывали глаза, закрывали уши, закрывали рот. Они специально это делают, чтобы оправдать себя и свои действия. Это просто, я считаю, что это, пахтись и пасём, как это сказать по-русски, потакание из сотрудничества, вот, потакание из сотрудничества, просто-напросто с фашизмом, я считаю это. И да, среди моих друзей есть такие. Что с этим делать? Конечно, они в ранге моих друзей упали просто ниже плинтуса, и просто из-за того, что мне нужно, чтобы ребёнок общался. Вот я сейчас здесь, прямо здесь на камеру говорю вам, если вы меня слышите. Ну, некоторые из них на французском, они не понимают. Но те, кто меня слышит и кто понимает мою речь, из тех, кто до сих пор таскает своих детей в школу в масках, подписывает листы на ковыряние, знайте, что я вас терплю всего лишь из-за того, что Денису нужно общение. Это всё. В любом другом случае вы мне неинтересны. И да, мир начал разделяться. И я не знаю, как будет дальше, но моя тоже вот эта вот, как сказать, вот эти мои эмоции и вот эта вот моя колея, как это говорят, просто вот такая вот спортивная злость просто против таких людей мне говорит о том, что если я теперь узнаю, я не буду общаться с этими людьми, ни с их родственниками, несмотря на то, что мы были всегда хорошими друзьями. но если я узнаю, что они укололись и пропагандируют это, то наше общение прекратится. И ничего, мой ребёнок как-нибудь переживёт, так как у нас появилось очень много нормальных друзей, нормально мыслящих, поэтому он как-нибудь переживёт вот отсутствие общения с такими людьми. Ну, не будем о плохом. Сегодня воскресенье. Я сегодня в таком состоянии, парящем, так скажем. Отдохнула, выспалась, нагородничалась, назагоралась, даже поспала на транзате, позволила себе. Спокойный день. Меня никто не дёргает. Денис у своего папы. Гаджеты никакие я ему с собой не дала, потому что как только я ему даю гаджеты, он их делает нон-стоп у отца, просто нон-стоп. И потом приходит он весь дёрганный, какой-то ненормальный, начинает на меня ещё там что-то верещать. Ну, то есть, всё, моя душенька спокойна, что он наверняка где-то гуляет со своим папенькой. Надеюсь, что всё нормально, что он гуляет действительно, потому что иногда бывало такое, что ребёнок едет к папе туда на выходные, и он приезжает ко мне в воскресенье вечером. И он мне говорит, что пятницу, субботу и воскресенье они никуда не ходили. То есть, вообще. Ну, и бывает такое, бывало, когда у него гаджеты были с собой, а так как у меня родительский контроль, один раз я забыла что-то, я где-то бегала или чего-то, не выставила ему время. И я с ужасом увидела вечером, что он сидел в телефоне, семь часов. Можете себе представить? Семь часов подряд. Может, конечно, с какими-то перерывами на обед, но семь часов. То есть, это значит, что его отец им нифига не занимался. Поэтому я прекратила давать ему гаджеты к отцу. Хотя у них там есть, и он ему может свой планшет дать, ещё что-то, но я не думаю, что он ему даст своё надолго. Итак, я начала за здравие, как говорится, о здоровье. Ну, продолжим о здоровье. Программа здоровья. В общем, я просто хотела с вами поделиться тем, как я чувствую, как нужно, вот я чувствую, нужно для меня, например. То есть, я всё делаю по своим каким-то ощущениям, по своим каким-то чувствам, по своему восприятию. А также я уже настолько, мне кажется, развела свои вот эти вот экстрасенсорные, или как их там назвать, способности чувствовать окружающий меня мир как ультразвуком каким-то, что я чувствую людей, которые окружают меня, поэтому иногда вот просто, вот честно скажу, чтобы не фонило, мне даже вот так в выходной не хочется вообще никого видеть и ни с кем общаться. От слова «вообще». Потому что сколько раз бы я не пыталась там что-то где-то с кем-то, ну, не пыталась, а соглашалась, так скажем, с кем-то пообщаться в свой выходной, под вечер, как будто бы ты отработала рабочий день. Потому что ты приезжаешь к человеку, заведомо который знает, что ты не любишь негатив, ты не любишь какие-то сплетни, ты не любишь вот это вот, все, и этот человек начинает на тебя просто это выливать, вот это вот, все свои вот эти вот, ну, как психологу какому-то, какие-то свои обидки, с соседями там, еще чего-то, и вот «ах, ах, как же так случилось!» И вот это все, вот эту кучу и кашу начинает на меня вываливать, и ты сидишь просто обтекаешь, и обтекаешь до вечера, и потом еще домой придешь, и дома еще обтекаешь, пока не примешь хороший душик, и стараешься как-то из своей головы вот эту вот муть всю выкинуть. Потому что на самом деле, вот я раньше так думала, да, наш русский менталитет, в любое время русский человек может прийти к другому русскому человеку с бутылкой вина и излить душу. «Мне плохо, товарищ, поддержи меня, давай выпьем», да, допустим. И я слышала так же, когда вот жила в России еще, я слышала, что у западных людей это не так, ты не можешь вот так просто прийти, да, нужно заранее договориться, ну, как бы, и здесь особо не принято что-то там тебе вываливать сразу, думала я. На самом деле, здесь тоже французы не гнушаются вот так негативить, они, конечно, не приходят так внезапно к тебе в гости, да, но в любом случае, если, допустим, вы согласились, ну, договорились попить кофе там или чего-то, и ваш разговор потихоньку-потихоньку он все равно куда-то уходит в негатив. Французы очень любят негативить, очень, и очень любят засирать мозги просто. На самом деле, этот факт психологически очень хорошо объясняется, то есть, когда ты выговоришься кому-то, еще послушаешь чужое мнение, согласное с твоим, а обычно люди, когда приходят там на чаек, на кофеек, им что-то рассказывают, ты же не будешь в спор вступать, да, ты как-то поддержишь, ты скажешь как-то, да, я с тобой согласна, там, и так далее, и человек отдыхает, он от себя это выкинул, а ты это на себя приняла просто, и потом ходишь вот с этим грузом вонючим. Поэтому теперь я очень сильно фильтрую базар. Если я уже пришла кому-то попить кофе и началось, то я начинаю искать претекст, чтобы свалить, либо кто-то мне там написал срочно нужно идти, либо еще что-то, либо я просто этому человеку говорю, слушай, давай не будем сегодня об этом, потому что, ну, я шарже, шарже, это значит, у меня и так полно всякого, то есть, не надо меня еще сверху нагружать, нагружать, скажем. Поэтому, пользуясь моментом, что Денису папы, а мне никого не хочется видеть, я люблю быть одна сама с собой, то есть, со своим любимым собеседником, скажем так, то есть, сама с собой. Да, это так. Ну, можно сказать, что я интроверт, да, с одной стороны, с другой стороны, меня нельзя назвать интровертом, потому что в любой компании, куда бы я ни пришла, я как бы собираю народ. Вот, я заметила, когда у нас у соседей, между соседями какие-то дела, то есть, я себя чувствую незажато вот в каких-то компаниях, и я умею и люблю поддерживать разговор, но, может быть, я слишком люблю себя, я не знаю, но как-то так получается, что мне со мной не скучно, не то, чтобы я сама с собой разговаривала, я знаю прекрасно, что вот сейчас я, например, разговариваю с вами, то есть, с моими, как моя дочь скажет, вымышленными друзьями, нет, моя дорогая доченька, это не вымышленные друзья, это реальные друзья и реальные люди, я вас считаю своими друзьями, и многие из вас, вот из моих подписчиков, вот реально мои друзья стали моими друзьями, и мы переписываемся и разговариваем, конечно же, я за живое общение, в основном за живое общение, но, как я уже сказала, иногда это живое общение идет не в ту сторону, и вот этот обмен энергии получается какой-то однобокий, то есть ты даешь свою энергию позитивную, вдохновляющую, так скажем, человека, а он у тебя просто-напросто ее забирает, ничего не давая тебе взамен, ну, то есть взамен позитива никакого не давая, поэтому, ну, я строго фильтрую это все, и так как наша жизнь коротка, и ее прожить хочется хорошо, приятно, да, а не нагруженно, потому что мы и так все загружены, вообще всем, и хочется даже иногда собраться с мыслями, что-то новое творить, я вот хочу открыть еще два канала, кстати, тематических, но не политических, а тематических именно, скажу вам потом каких, пока секрет, ну, и всякое такое другое, хочется просто тупо включить сериальчик, вот просто такой тупой-тупой сериальчик, совершенно вот наивный, может там где-то слезу какую-то пустить, и под этот сериальчик просто стоять, гладить бельишко, либо шить, я тоже шью, у меня машинка очень хорошая, почти за тысячу евро, которая даже вышивает, и вот это вот все хочется, или что-то делать своими еще руками, или просто ковыряться в огороде с наушниками, и слушать интервью у Ксюши, например, или Валиду слушать, и я там на грядках просто хожу, вот так вот что-то там дергаю, соседи так посмотрят, и вдруг я такая сижу-сижу, дергаю-дергаю, вдруг я начинаю хохотать дико, это что-то Валида, значит, сказала мне в уши, ну или что-то такое, понимаете, вот хочется провести как-то вот так вот свой день, поэтому иногда вот мне звонят местные мои, значит, подруженцы, ну и не будем скрывать дружки, иногда я просто не отвечаю выходной на звонки, иногда я даже смотрю так на телефон и думаю, а что ты мне звонишь, у меня выходной вообще, не звони мне, что ты мне названиваешь, напиши мне смс-ку, если я тебе на нее отвечу, значит, я свободна, если не отвечу, значит, я занята. У одного моего друга вообще не заржавеет просто мне звонить, ни с того, ни с сего, и говорить, что он стоит перед воротами, что он мне привез там эти макароны, знаете, такие пирожные, там, например, в воскресенье в 9.30, потому что ему не спится, потому что он пошел в наше кафе Лаборовское, посидел там с мужиками, попил кофе, и вспомнил обо мне, соответственно, купил мне пирожных, и хочет мне привезти эти пирожные, а я утром вот такая вот вся, и потом мне не до этого, и вообще не хочу я вижу, что он звонит, я смотрю через шторку, я вижу, что он стоит перед воротами, я потом слушаю это сообщение, что он притащил пирожные, и дальше происходит так, я ему звоню и говорю, что я еще сплю, пирожные, поставь, пожалуйста, бандвей, и все, и он уезжает. В общем, как вы поняли, я люблю мой му-н-э-спас, по-французски, му-н-э-спас, мое, мое личное пространство. Может быть, по этой самой причине я до сих пор одна, но до сих пор, так скажем, это громко сказано, потому что в прошлом году я была не одна, и вот до того я тоже была не одна, после расхода с моим мужем я уже была не одна, ну, чтобы как бы вот сказать, что в отношениях, ну, таких серьезных, ну, как бы третий раз, да, третий раз был в прошлом году, так сказать.